Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, а вы как раз у меня в саду сейчас. И поговорим о растениях, которые, возможно, вы знаете, а может быть и не знаете. Но если они у вас есть под рукой, вы можете прекрасно из них делать разнопрасные чаи и не увлекаться китайскими. Это я сейчас вам показывала эхиноцею, ее очень любят бабочки. У меня тут просто царство бабочек, потому что эхиноцея пурпурная уж очень им нравится, но и мне, конечно, тоже. Я стараюсь сажать такие растения, такие цветы, которые я могу потом собирать. Ну вот, сейчас переключусь, поставлю камеру, чтобы у вас не окружилась голова. Так, буду с удовольствием кушать свои собственные ягодки. Вот, кстати, сегодня делала пробежку с утра и смотрю, моя приятельница, Людмила, несет, ну, может быть, ящичек небольшой, такой на пару килограмм малинки. Я говорю, ты куда малину несешь? Она говорит, продавать. Я говорю, ну, это ей нужно сесть на автобус, проехать, постоять на рынке, продать, еще если не потечет малина, еще вернуться. Я говорю, Люда, ты почему сама не ешь? И вы знаете, она никогда не ест. У нее дочь давно уже выросла, уехала, в другом городе живет, а она здесь. А малина у нее столько же, сколько у меня. То есть каждый день где-то примерно полкило. Но эти полкило надо съедать. Когда мои мальчики здесь, я, естественно, их кормлю. Или когда гости, понятно. Часть я замораживаю, когда идет сезон. А часть вот так вот каждый день клюю, кушаю, что собрала, кушаю, клюю. То есть я чищу кровь. Я говорю, тебе эти два килограмма, которые ты продашь, которые ты собирала за два дня или там за три дня, тебе они никак не помогут. Она говорит, да, хлеб куплю. Я говорю, так смысл хлеб покупать, когда ты можешь каждый день чистить кровь. Ты жалуешься, то у тебя то болит, то у тебя артрит, то у тебя это болит. И она же все время приходит, дай ту травку, дай ту травку, потому что я собираю травы. Но в то же самое время чистить кровь мы не хотим. А вот сейчас я вам покажу еще один дружочек. Не знаю, видите вы его или нет. Да, вы. Наверное, видите. Тоже ко мне приходит. Я им там кушать кладу. Сейчас покажу вам. Вот. Там тарелочка, видите, как бы тарелочка такой, подносик желтенький. Это для них. Они берут оттуда и в сторону, уносят и потом кушают. Это постоянно ко мне воробушки прилетают. Вот. Ну, в общем, она не согласна со мной. Не согласна со мной. Но человек не знает, что при помощи ягод это самая лучшая чистка этого крови. Это самая лучшая чистка. А тут вот у меня разложены всякие разные травки. Вот зверобой, вот тысячелистник, листья малины, листья калины. И для чего это все? И зачем это все, я вам скажу. Ну, вкратце. Для лечения заболеваний суставов. Вы знаете, что очень полезен холодец. Но смотря какой холодец. Если вы делаете холодец из петуха, индюшатины, или если вы делаете из телятины, тогда это хороший холодец. Ну, а из свинины не рекомендую. Там вот этот вот желатин, именно он полезен для суставов. Подагра. Вот многие не знают, что можно успешно использовать при подагре. Подагра это такие, знаете, шишки. Тоже с суставами связано. Сбоку на ногах, бывает даже на руках, деформируют кости. Это заболевание не совсем приятное. Мало того, бывает, что болит, а бывает не болит, а просто как накапливается. Наросты такие. И, ну, совсем, совсем неприятно. Так вот. При подагре принимают траву фиалки трехцветной в виде настоя или чая. Две столовые ложки травы. Залейте 400 мл кипятка и настаивайте 1-2 часа. Пейте по полстаканчика теплого настоя. Так вот, три раза в день достаточно будет. Может быть, я говорила или нет, что при артрите помогает чай из листьев, веточек и плодов калины. Калина вот, лист ее вот такой вот. Вот такой. У меня калины очень много. У меня вообще роскошный куст калины. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу вам роскошный, роскошный куст калины. Вот он у меня. Вот это калина. И, естественно, вот она у меня какая шикарная. Вот аж прям сюда уходит. И, естественно, у меня калины всегда много. И вот веточки и листочки и плоды калины употребляйте. Также листья плоды малины. Ну, малинку я прямо сейчас и употребляю. Вот в ней ацетилсалицилка. Вот это самое лучшее. Что можно только... О чем можно только мечтать. Также клевер. Мы с детками собирали клевер луговой. Тоже очень полезная штука. Запомните, при артрите. Калина. Плоды листья малины. Калина и листья, и плоды, и веточки. Но она горьковата, вы все знаете. А малина, она совсем не горькая. И клевер тоже. Зверобой. Зверобой какой он. Сейчас вам покажу. Я у себя посеяла. Когда-то купила... Кстати, он многолетний. Я когда-то купила пачку зверобоя и посеяла. И вы знаете, он прекрасно размножается. Я его рассаживаю. И у меня зверобоя много. И вот такой вот он имеет вид. И очень полезная травка. И вкусная травка. Тоже всем советую. Вот зверобой также при артрите и поможет вам не допустить подагру. Клевер, зверобой, ромашка. Ну, ромашка это вообще фаворитка. Всегда и везде. Ну, как для приготовления вот этих настоев нужно одну столовую ложку растительного сырья залить стаканом кипятка. И настаивать, как всегда, 15, 20 или 30 минут. И принимать по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Или через 2 часа после приема пищи. В течение 2-3 недель. Больше не надо. Потом перерыв. Я говорю, все делаем курсами. 2 недели, 14 дней. Сделали, потом перерывчик. Потом чередуем, другую травку берем. Чередуем. Можно смесь этих трав. Можно как хотите. Хотите, делайте вкусный настой. Хотите, горьковатый. Горькота тоже иногда нужна. При полиартритах пьют настой корневищ пырея ползучего. Что такое пырей? Наверное, у всех у вас, вот у меня очень часто, здесь я свою травку вот такую вот сею. Видите? Но наряду с этой травкой встречается вот такой вот пырей. Про него я отдельно буду рассказывать, потому что это не простая травка. Это довольно-таки полезная травка. И вот он пырей ползучий вот такой вот. Вот такое у него корневище. Видите? Я, когда обрабатываю свой газон, вытаскиваю пырей, я его обязательно промываю хорошенечко, просушиваю, мелко нарезаю. Когда он сухой, мелко нарезан, его можно поместить в кофемолку и перемолоть. Все, получается порошок. И вот этот пырей ползучий, он мочегонный, прекрасный мочегонный. Он выводит жидкость из организма и восстанавливает обмен веществ. Вот это пырей. Конечно, его можно купить в аптеке, но я не знаю, где там собирали, возле какой дороги. Поэтому я стараюсь все равно мне его выбрасывать. А тут я его корешки все-все собираю. И вот 3 столовые ложки корневища настаиваем в течение 12 часов в 1 литре теплой кипяченой воды. Потом профильтруем, добавим по вкусу мед и пьем по полстакана теплого настоя. Можно 3-5 раз в день. Он вообще такой нейтральный пырей, что его можно пить, пить и пить. Еще снизить предрасположенность к аллергии. Это одна из возможных причин заболеваний суставов, кстати. Помогут настою петрушки, зелени и корешков. Корни петрушки никогда не выбрасывайте. Делайте настой. И даже стебельков. Вот вы взяли зелень петрушки, использовали себе в какое-то блюдо. А стебельки обычно люди, которые не знают этого, выбрасывают. Я же никогда не выбрасываю. Я часть также бросаю в супчик, например. Потом отдельно связываю и бросаю. И у меня там получается отвар. Либо я на маску трачу, сок беру. Либо вот делаю просто настой. А также еще листья брусники. А еще вероники лекарственные. Листья крапивы. Кстати, от петрушки и цветочки тоже полезны. Мать и мачеху очень хорошо употреблять, у кого растет. Солодка, цветы, бузины. Одну столовую ложку растительного сырья залейте стаканом кипятка. Это вообще обычный такой. И тоже опять-таки настаиваем сколько? 15, 20, ну или 30 минут. И принимать по полстакана 3-4 раза в день перед едой. За 20 минут до еды. За 30 вот так. При подборе трав нужно учитывать. Знаете, есть особенности. У каждого свой организм. Поэтому вы посоветуетесь со своим врачом. Ну, если он заинтересован, конечно, в том, чтобы лечить, а не чисто химию травить. То есть, если врач настроен только на таблетки химического происхождения, то тогда, ну о чем разговаривать с этим врачом. Так, поэтому вы учитывайте свой организм каждый. При проблемах, если с почками, противопоказаны брусника, могу вам сказать, можжевельник. А вот аир, который я очень люблю, он повышает кислотность. Если длительное время принимать тысячелистник, вот он у меня тут, сейчас вам покажу. Он бывает белый и желтенький. Тут у меня уже он сухой. Вот такой вот он у меня уже сухой. Тысячелистник. Потом покажу вам его, какой он не сухой, когда еще пойду собирать. У меня уже высохла партия. Еще одну партию буду собирать. Вот. И когда тысячелистник, если вы собираете, то если вы долго его принимаете, то может и свертываемость крови усилиться, потому что он как бы кровоостанавливающий, скажем так. Поэтому вот такие вещи надо учитывать. Вообще, прежде чем какую-то травку принимать, хорошенечко прочитайте. Все, сейчас, слава Богу, столько книг. Кстати, недавно такую книгу хорошую купила, жалко рекламировать. Нельзя. Вот. Сейчас читаю. Ну, естественно, буду делиться с вами. Это моя тема. И, конечно, я с вами буду обязательно делиться. Это просто прелесть. Такая вот книжка новенькая. Сейчас вычитываю все, все, все. И обязательно все расскажу. А, кстати, я еще хотела сказать, что не имеет противопоказаний. Настой яснотки. Знаете, есть яснотка такая пурпурная, беленькая тоже. Вот этот пырей, Вот пырей, о котором я говорила. Вот этот пырей, он совершенно не имеет никаких противопоказаний. Можно употреблять сколько хотите чай. И еще чай из полполы. Про полполу я рассказывала. И еще буду рассказывать. Потому что это одна из моих любимых травок. Поэтому лучше, если фитолечение, конечно, назначает специалист. Или человек, который очень глубоко этим занимается и много лет. Тогда все будет у вас хорошо. Кстати, монарда. Вот она, монарда. Она разная бывает. Я про нее отдельно расскажу. Вот монарда. Чай из монарды можно пить сколько хотите. Сколько хотите. Сколько душе угодно. Смешиваем. Можно с зеленым чайком. Но я не люблю китайские чаи. Поэтому я монарду обычно смешиваю с листочками облепихи. Сушеными. И получается такая вкуснятина, как будто бы чай из бергамота. И цвет необыкновенный. Но я вас всех люблю. Целую. Будьте здоровы. Не болейте. Мои хорошие. Мои любимые. Следите за весом. Все эти травки помогают выводить нежелательный холестерин. Субтитры сделал DimaTorzok